Тверской суд Москвы продолжает рассмотрение по существу уголовного дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Заседания состоялись 11 и 16 апреля. Они продолжатся сегодня, 18 апреля и в пятницу, 20 апреля. Бывший глава Владивостока опубликовал новый пост у себя на страничке в социальной сети. Игорь Пушкарёв рассказал о многочисленных нарушениях в уголовном деле. Еще одним парадоксом дела является то, что в качестве обвинения представлен отказ главы Владивостока Игоря Пушкарёва принимать невыполненные в рамках контракта работы по строительству дороги от Снеговой до Горностая. Открыли дорогу протяженностью 4 километра, которая из старой грунтовки превратилась в современную трассу в ноябре 2015-го. Четыре года до этого шли суды с подрядчиком, выигравшим аукцион, но не выполнившим своих обязательств. Подрядчик работу так и не выполнил. И теперь по решению суда это предприятие должно Владивостоку больше 1,2 миллиарда рублей, реально получить которые уже невозможно. А дорогу пришлось сделать силами МУП в дороге Владивостока. Но этот человек выступает со стороны обвинения, а Игорь Пушкарёв обвиняется в ограничении свободной конкуренции в области дорожного строительства в интересах МУП. Все смешалось в доме Облонских, прокомментировал Константин Третьяков. Защита обратила внимание суда и на то, что согласно зачитанным обвинениям данным, долг по процентам МУП в дороге Владивостока перед компанией Востокцемент с 2010 года составил порядка 142 миллионов рублей. От деятельности с МУПом Востокцемент получал только убытки. И это было известно еще в 2014 году, когда были изъяты документы. Всего на 2010 год долг МУПа перед Востокцементом составлял 340 миллионов рублей. А в целом, по итогам работы с МУПом, Востокцемент потерял денежных средств на сумму полтора миллиарда рублей, если посчитать с процентами. Это один из документов, доказывающий невиновность. Адвокат Константин Третьяков прокомментировал. Из всего объема озвученных материалов дело вполне ясно следовало, что взаимоотношения с МУП были тяжелой социальной нагрузкой для ГК Востокцемент. Например, нужны стройматериалы для МУП отгружает Востокцемент со срочкой платежа. А по факту без всякой оплаты. И таких примеров великое множество. Любой здравомыслящий человек спросит, а зачем же тогда это было нужно? Звучит необычно и неправдоподобно для нашего времени, но это чистая правда, потому что Игорь Пушкарев действительно родил за Владивосток. Я не буду никого убеждать, поскольку каждый думает сам, но уверен, что время покажет правдивость этих слов. Вину Игорю Пушкареву также вменяется обращение к президенту, а также митинги, на которые неравнодушные жители Владивостока и Спаска Дальнего вышли сразу после его ареста. Ставится в упрек, что обращались в адрес президента, однако право на обращение закреплено в Конституции. По поводу митингов, которые проводились после ареста Пушкарева, никто не запрещает людям устраивать собрания, а нам наше обращение и собрание жителей в поддержку вменяется, словно он в этом виноват. Между прочим, Игорь Сергеевич дважды побеждал на выборах главы города с результатом в 60%, а это значит, что поддержка жителей высока. Отметим, что Игорь Пушкарев находится в сезон номер один Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста. Ранее Верховный суд Российской Федерации также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкаревых, а также Андрея Лушникова, по изменению территориальной подсудности уголовного дела.